Сейчас очень любят гортензии. У них разные по объему цветки, шапочки. И они разные по цвету бывают. Голубые, белые, розовые. Для первоклассники отличный вариант. Цветок легкий, удобно держать. И сезонный, как раз в продаже в конце августа-сентябре. Еще один хит сезона – подсолнух. Смотрится эффектно, и собрать с ним можно недорогой букет. Не возьмешь первокласснику метровые розы. Хотя их сейчас очень любят, но я думаю, что это очень забавно смотрится. Нет, абсолютно такие миниатюрные букеты. Маленький же ребенок, он же как будет стоять на линейке? Конечно, это его ответственный шаг, школа. Но все равно они то букет туда-сюда, они все им крутят, версят. И чтобы им было комфортно тоже как-то держать. Вот такая композиция с подсолнухами, гвоздиками и хризантемами обойдется в 600-700 рублей. Стоят все эти цветы долго. Он достаточно легкий. Ну и правда легкий. Ну и по высоте, мне кажется, да? Да, он небольшой. Если стоять, вот нормально и не тяжело держать. Он симпатичный. Ой, семечками пахнет. Да, да, да. Еще одно решение для первоклашки – композиция в бумажном стаканчике. Такой букетик миниатюрный, держать в руках легко. Да и учитель может поставить на рабочий стол. Стоят такие 300-500 рублей. Прошлой осенью, как горячие пирожки, разлетались композиции с цветными карандашами, говорят флористы. Правда, для малышей такой не подойдет, слишком увесистый. А подарить этот букет от всего класса вполне уместно. На мою школьную линейку я ждала, когда у бабушки в саду вырастут гладиолусы или астры, поэтому эти цветы у меня четко ассоциируются с первым сентября. Сегодня гладиолусы можно купить за 70-80 рублей, астры и ромашки – по 30. И к новому учебному году цена не поменяется, говорят садоводы. Правда, к первому сентября уже точно не будет садовых лилий и ромашек. Они отцветают. Основные цветы осени – гладиолусы, георгины, астры и хризантемы, говорят садоводы. Пышные букеты в сквере рядом с городской аптекой продают по 300-400 рублей. Есть даже вот такой гигантский георгин. За 100 рублей будет ваш.